господа всем привет в эту блевотную тошнотную пасмурную погоду я решил сделать обзор на велик блин не самая лучшая идея да да пофигу все никак никак и не сниму провел хочу начать на нашем канале вела тематику вели уже там появились грибы и булочный лук мне просто интересно пробовать разных так вот это мой новый велик и пока меня не съели комары моровить просто кошмар кругом комары давайте про него поговорим для начала для начала знаете я как наверное назову это видео как выбрать велик в 2024 году вы любите такие видосы как выбрать что-то как сделать что-то как ловить такт и дано сами понимаете поэтому давайте сделаем как выбрать велик вот и давайте я сразу немножко вас сориентирую по бюджетам чтобы вы понимали вот этот велик стоит 162 тысячи ну рекомендованную ручки цена его вот возможно вы сможете купить его где-то там подешевле с какой-то скидочкой и так далее как бы я это не отметаю но его ручки цена 162 тысячи это без учет того что здесь контакты поставил новый спдшки это еще ну где-то 7000 вот держатель ну это там копейки 500 рублей обклеил пленкой значит низ защиту цепи и так далее так далее все эти мелочевки грубо говоря у меня на велотематику ушло порядка 200 наверное десяти тысяч плюс-минус там смазки шампунь и всякая фигня у меня короче был старый hardtail то есть без заднего амортизатора велик на 26 колесах и решился взять найнера и двухподвес почему потому что вот тут не видно не очень хорошее место чтобы вам показать просто я далеки от всех чтобы никто не мешал проблема это корни очень много корней у меня здесь и вот на двухподвесе мне наконец-то нормально то есть наконец вкручиваю мне все по кей-окей прям грубо говоря комары едят не догадался что будут есть комары поэтому я весь обзор сейчас буду чертыхаться так давайте для начала короче один момент я хочу просто поговорить по поводу того то есть меня друг постоянно спрашивать тип макс вот у меня есть на велик 15000 мне надо купить нормальный велик там даже знаете он не так вам вопрос задавал привет серёга вопрос у него был так мне надо купить гурный велик но не чтобы гонять на соревнованиях ну я такой скидну хорошо вот за 80 тысяч нормально типа бизнесе чуваком такой не несу что дурак между не на соревнования гонять так вот вот это велик стоит 162000 это тоже не для соревнований ребята просто ну для тренировок сойдет я так это вижу здесь принципе любительские кросс-кантри в нем заехать можно я думаю но не более потому что если вы пойдете на какие-то серьезные соревнования вас просто там растопчут разничтожит великими которые стоят по миллиону но это если вашу физуху учет не брать то есть там будут тормоза которые лучше тормозят там будут допустим 10x стоит переключатель я пока не пробовал в гору их переключать но у меня на предыдущем стоит срам x1 ой господи жрут меня x9 пардон меня укусили в самоотвестный момент вот и там короче там гору можно переключать но на младших моделях по моему там будет короче жуткие проблемы с тем что цепь может порваться грубо говоря если я правильно помню что я давно уже на x9 катался то есть трансмиссии здесь с рэм тормоза с рэм это не шимана ребят но я не люблю не то что не люблю шимана велотемантики особенно в мтб но маунтинбайк я как это больше на с рэме хотя педали у меня шимана вот такой вот я короче лицомир не знаю комаров все больше становится поэтому у меня очень реально простите за комаров но вот как-то так смотрите я по поводу бюджета вас ориентирую если зависит от вашей цели если ваша цель просто ездить по дороге иногда заехать лес на рыбалку прямо ходить ездить да тогда у вас бюджет на велик любой вообще абсолютно любой успе для этого подойдет вот если вы не планируете как-то там переключаться там ездить с нормальной скоростью как я вот бывший велогонщик ну как не чемпион конечно какой-то но просто любил участвовать гонять соревнованиях по cross country даже секцию ходил и все прочее ну то есть прям какие-то не знаю сорева разные туда-сюда любительский не любительский там сами понимаете в общем еще раз мне до чемпионами не хватило денег в основном вот поэтому вот сейчас если могу что-то такое приобрести а раньше не мог ну не суть суть в чем если вы тренированный человек если вы прям катаетесь на велике качестве спорта качестве прям ну серьезного вкручивания то есть на контактах с нормальным каденсом с пульсом там сто шестьдесят сто семьдесят если вы летите прям то есть я вот здесь поеду тридцать пять сорок метров час ну может не сорок ладно ну тридцать тридцать пять ладно плюс минус то есть я прям буду вкручивать втапливать как на мотоцикле практически вот и это для меня нормально то есть я не могу ездить медленно просто меня в голове так заточен уже за всю жизнь вот таком нужен грубо говоря один велик но если вы планируете ездить просто как бы как обычные люди скажем так вот тогда вам подойдет вообще любой велик которые более-менее вменяемые там начинают от 15-20 тысяч пусть он будет стальная рама все говорят алюминиевая рама стальная рама ребят если вам не нужно побеждать если вам не нужны тренировки какие-то проводить жесткие вам вообще подойдет все что угодно практически так вот это устроено понятно что износ будет быстрее на каких-то там вещах но если вы на велике катаясь несколько раз в неделю этому даже велик за 15-20 тысяч на любых колесах на 26 там на этих на любых он вам подойдет просто вас нету цели давать серьезную нагрузку велосипеду но если вы ребят хотите в спорт если прям хотите тренироваться допустим вы родитель хотите купить своим ребенком велик вот вам сразу следует смотреть что-нибудь где на компонентах написано с рэм или шимана вот это уже будет совершенно другие цены вот допустим я искал себе дух подвес вот это самый бюджетный адекватный дух подвес который выдерживает тренировки вот я на нем уже откатал одну тренировку ну вот и он выдерживает он отлично подходит для моих этих мне принципе ну я не знаю трансмиссию может быть потом может быть поменять это с рамос x это такая одна из самых низших у с рэм поставить туда gx например которые на два круга выше то есть там nx есть потом gx вот xx один я уже думаю смысл ставить нет на алюминиевую раму но тем не менее очень вы просто должны понять что чем больше вы спорт тем надо больше а под денег в эту тему то есть вот если ищите еще раз если ваша задача просто купить велик спортивный которым будет как фитнесом заниматься кататься прям вкручивать берите хардтейл потому что хардтейл сможете ну тысяч за 60 за 70 найти крайне случае берите тот на котором микрошифт написано кстати вот титан рейсинг отличные велики про это сейчас тоже скажу вот микрошифт и потом меняйте на какой-нибудь там бюджетный шаманы или на вот с рэм это вам станет помогут это за трансмиссии круг стоит если не ошибаюсь тысяч наверно 20 плюс минус может даже чуть подешевле за 20000 принц может поставить трансмиссию тоже с рамос x например и принципе ездите то есть первый год укатывать и на следующий год ставите с рамос x все у вас хорошо есть если черт спорт надо бюджет минимум там 60 70 тысяч и лучше короче хардтейл брать то есть не то что лучше только хардтейл вот если вы хотите двух подвес да не знаю первых нужен ли вам дух подвес то есть если я прям круче у меня конкретная проблема я после тренировок на своем хардтейле у меня хардтейл тоже на нормальных щах скажем так там у меня тоже контакты стояли там у меня с рамос 9 еще раз говорю это при топовый был в тот момент там x0 только круче был карбоновый вот и у меня вилка рошок стояла масляная то есть там все было отлично ну никак отлично нормально хорошо короче по нынешней меркам конечно никак уже но тем не менее вот и поэтому я сюда специально хотел нанеры двух подвес и вот выбрать сейчас особо не ищего вот по соотношению цена-качество ребята лучший велик titan racing rs dash я бы взял эксперт если по-моему был в продаже бы взял карбон и сыпан был в продаже ничего продажи нету ждать до следующего года я не хотел мне проще следующем году по второй велик купить и поставить допустим в разных городах тут один там другой сами понимаете комары нас едят сами вот и вот смотрите короче то есть вот этот велик на и сексе он принципе удерживает все нагрузки которые короче я ему задаю сейчас я пока не катал с гор каких-нибудь серьезных нет на спорт серьезного гора прокачусь обязательно ниже винограде с малиновой гряды если кто знает что это такой практически фрирайд трасса мини фрирайд такое назовем и будет понятно точно но пока мне все устраивает вот по поводу значит теперь конкретно вот это велик давайте так мне на самом деле помогли ребята его приобрести не плане там каких-то скидок грубо говоря в плане консультации то есть я же смотрел еще раз немножко другие велики раньше приходила пришлось поискать что-нибудь из того что можно купить в россии на данный момент сами понимаете из-за чего вот хочу поблагодарить значит юрия из the sport . ru посмотрите он тоже торгует великами он мне очень сильно тоже помог отличный парень хорошо разбирается тоже бывший велогонщик только он ждет ловно там я уж не помню ходил он сборную не ходил по вот и соответственно мне помогли ребята слаб ставил . ru это которая соответственно этом дилеры вот этих великов сейчас не очень многое переписывался выяснял там по настройке так далее так далее много разных вещей мы с ним обсуждали вот и вот если ребят вы ищите 2 подвес который вам позволит катать тренировки может быть какой-то любительской cross country проехать вот что у нас здесь по навеске воздушные аморты блокировки 10 нет здесь есть замедление отскока но я пока не понял как она работает до конца тут монетка есть у нас на монет ну это можно найти это можно поменять на тот же самый rockshot сид например то есть можно вилки махнуть носит в смысле вилку носит и это тоже носит аморт принципе пока не увидел здесь стоит монету она легкая на кило 800 помните то есть велик на самом деле достаточно легкий это он будет тяжелее если вот эти там 14 кило в нем вообще не ощущается ну как будто не знаю ну легкий легкий то есть мой харте увесил вам больше на алюминиевой втулки на осях по сути больше жесткости 29 колеса покрышки которые хорошо катит у любой поверхности вот я вот такой по крышкам вообще прям отлично грубо говоря так по поводу по поводу ну рама здесь на самом деле вот геометрия прикольная спешовской геометрии как я понял то есть спешилась до подвеска фср спешилась к такие же стоят на пивотах вот еще на каких-то великах аж нас на самом же спешах стоят который стоит там полям у некоторых все такое более бюджетный вариант спеша спешно минималка короче вот чуть такое трансмиссии смотрите вот по поводу звезд там все тоже холивар идет в интернете смотрел то есть сколько звезд круто сколько звезд не круто вот знаете и я думаю что если вы хотите кататься по асфальту для вас это не очень подходит то есть 112 система она подходит вот мне хорошо то есть я вот гадаюсь по таким лесочком по корешочком с горок катаюсь вот мне 112 подходит отлично но если вы хотите катать больше по шоссе вам стоит посмотреть либо с большей звездой если же не помню размер звезды посмотрите нить в интернете либо короче наверное логичнее поставить две звезды спереди то есть опять же понимаете это горный велосипед это не для покатушек по асфальту вот вам что хочу сказать если вы ищете для тренировок то для тренировок идеально это 112 с рамом с x можно махнуть ну повыше поставить gx какой-нибудь там еще раз x1 даже можно поставить но пока я не не увидел особой потребности правда что на больших звездах переключение надо поднастроить но я из коробки ничего не настраивал чтобы вам было известно я перебрал подвеску ради прикола короче перебрал рулевую там да ну просто мне было интересно вот но я ничего не настраивал вот катафото не знаю как снять они короче не с этим почему они прям запрессованы эти добанные катафото вот катафото меня бесит но это я потом разберусь вот смотрите то есть по корням гонять вообще идеально вкатывать то есть кручивать если ваша задача именно такой прям кросс-контрейной тренировки по корням по всякой вот хренатени то это вот точно ваш вариант ничего лучше сейчас не найдете я искал ребят я искал и за больше деньги не нашел не нашел то есть отличное продолжение цена-качество по тормозам тоже стрим все как я люблю это у нас лево только какие лево просто лево или лево лт там где-то я честно еще пока не врубился комаров вон пипец смотрите сколько комаров вот вы нас там блокировки на вилке нет но принципе она и не нужна ребят честно я вообще если еще раз смотреть я хочу сказать почему тут ел не до ссорио на ссорио вам нужны эти блокировки чтобы там где-то обогнать кого-то в кативе городом каждую секунду решает но если вы просто тренируетесь если вы мышцы качаете и поддержите себя в тонусе в смысле у вас может быть серьезные тренировки прям практически как гонки но вы же ни с кем не соревнулись вы же не пытаетесь выиграть правильно вот а у самого себя можно выиграть и на этом велике то есть вы просто посмотрите сколько вы круг едете прокатились еще раз короче все вот он короче то есть ваши новые данные тормоза тормозят отлично никаких проблем с ними не ощущал так что еще сказать что еще сказать да смотрите по поводу того если будете покупать на подобный велик для держателя сначала тупану купил с верхней загрузкой вам нужен с боковой иначе вы просто не сможете на ходу ничего загружать и отгружать вот подсидел вам придется под себя отпиливать но смотрите по три сантиметра чем отпиливать и здесь есть зазор такой трех сантиметровый от места где стоит блокировка куда вы дальше не засунете и тем как ваш подсидельный штырь может туда-сюда ходить в плане увеличение уменьшение длины то есть по три сантиметра отрезайте спокойно то есть и у вас будет задел чтобы отрегулировать штырь это как вам нужно у меня так как не нужно стоит уже вот соответственно покупаете вам надо еще будет купить на видите сколько комаров они меня просто убивают вам надо купить под вилку и под аморт насос высокого давления там за полторы тысячи со зонами какому-то купите будет отлично внутренняя проводка тросов не гремит я не знаю там что писали типа гремит не гремит она вот я еду она не гремит по корням конечно гремит все но блин это нормально вот как раз за того что цепь будет греметь по корням вам нужна вот такая защита тоже 4 рублей 500 вот что еще сказать отличный велка ребят я вам сниму еще подробный обзор на него там нас покатушками так далее объясню что да как по тормозам там по всему прокатимся но это такое первоначально просто видос и давно хотел его снять но что-то мне не позволяла то погода то одно то другое вот в общем ребят если вам нужен велик для тренировок росконтрейных во за глаза поверьте максимум я даже не знаю но нужно ли мне махнуть допустим на что-нибудь там серьезнее переклюк переклюк например может и нужно может и не нужно пока я особо не ощутил ну конечно здесь все пластиковое у меня на x9 все металлическое алюминиевое было ну это разве что вот хлипковатенько получается да то есть в полугонке можно из наверное сломать на на тренировке аккуратненько когда вы просто вкатываете отлично он ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки как вам новую рубрика про велики я буду больше снимать просто такой первоначальный пилотный выпуск о велосипедах вот да и контактные педали кстати тоже может купить если вам нужно и я еще раз обклеил пленкой здесь обклеил значит ноги ноги обклеил вилки обклеил а что там еще тут оплевал немножко чтоб не стирались все ребят спасибо значит еще раз слаб стайлу и до спорту юрию за помощь фу потом еще поговорим отдельно поподробнее но пока боюсь мне на телефоне сейчас кончится память все подписывайтесь на канал увидимся следующих видео всем пока